Коллеги, приветствую. Приветствую, дорогие друзья. Сегодня будет абсолютно необычный вебинар. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Приблежим держать. Замечательно. Если фонит немножко, то скажите, будем исправлять. Очень много активистов сегодня присутствует на нашем стенде. У нас на выставке «Инотранс» 2016 два стенда, то есть один в «Фьюджи Мобилити Парк» и второй возле «Симмонс», что весьма символично. И также наше мнение по этому поводу мы обязательно раскроем на этом вебинаре. Данный вебинар проводится, дорогие друзья, прямиком из «Юнигуса». Это 14-местный подвижной состав, который сможет достигать скоростей до 150 км в час и предназначен для перемещения по городской среде. И, собственно, вот это действительно высокотехнологичный, хай-течный, скай-течный интерьер. Мы увидели сами в первый раз. Были очень серьезно поражены. Эмоции просто переполняли и переполняют, дорогие друзья. Мы не ходили еще на стенд в «Хайперлуп» и планируем сделать это сегодня. Ведутся постоянные трансляции «Перископ». То есть мы запасли... И сейчас ведется трансляция «Перископ». Мы обязательно сбросим ссылку на трансляцию «Перископ». В реальном времени подходит множество делегаций. Вчера подходили вице-президент «Симмонс», Министерство транспорта Индии, по Китаю. Какие только страны не были только вчера. И это только первый бизнес-день, дорогие друзья. Стоит напомнить о том, как мы попали на эту выставку. И, собственно, это было приглашение от Министерства промышленности в Германии. И, собственно, начиналось все с небольшого стенда. Сейчас это уже действительно такой приличный стенд. Это не какая-то коморка 10 на 10 и так далее. То есть здесь находятся реальные в масштабе один к одному машины. В одной из которых я веду трансляцию вебинара. То есть это 14-местный юнибус. Особенно поражает всех юнибайк. И те, кто присутствует и в этих залах, и в соседних залах. Выставка «Инотранс» просто огромная. И когда мы добирались с того входа, который располагался дальше, к нашему основному стенду, у нас возникла такая мысль. А возможно ли, что через 5 лет инфраструктурой Мессы Берлин будут юнибеги, юнибоксы? То есть какое это будет название, покажет, естественно, время. Но одно мы можем сказать, что перемещаться на наших подвижных составах было бы значительно более приятно, комфортно и быстро. Потому что рекорд у наших коллег, вот Стефан Бодзор вчера подходил на наш стенд, он искал стенд 4 часа. То есть люди находятся в пробках не только на автомобильных дорогах, не только страдают от пересадок, от потери багажа. И на следующем вебинаре обязательно мы подберем очень интересную статистику. То есть это непосредственно моя идея. И могу сказать еще один слоган, который у нас родился. Немножко шуточный, но абсолютно серьезный слоган. Это «Строй Skyway, спасай багаж». И мы приведем статистику, и это будет еще одна из точек входа. На самом деле то, что нас окружает в Берлине, то, что мы видим, и те фотографии, которые мы делаем, все делается не просто так. Сегодня мы сфотографировали, допустим, в масштабе наиболее крупном, чем наши мотор-колеса, которые абсолютно миниатюрные, но эффективные и обладающие коэффициентом полезного действия, значительно более максимальным, чем представлены у локомотивов механизмы. И знаете, когда механизм локомотива фактически ростом с человека, о какой инновации можно говорить тут, дорогие друзья. И мы обошли многие стенды. Я могу сказать, что очень много представлено. Привезли целые подвижные составы. «Симмонс» показали, городской пассажирский транспорт на улице находится и не влезает, даже, собственно, вот в ряд их выстояли. Не хватает площади у нас на небольшом относительно стенде расположились те подвижные составы городской пассажирский, которые будут иметь пропускную способность до 200-300 тысяч на одну ветку, на одно направление. Если кто-то пожелает, заказчик, соответственно, иметь более серьезную пропускную способность, то, пожалуйста, два направления можно пустить в одну и в другую сторону. И, собственно, даже сам транспорт Берлина, который мы испытали на себе, не сразу разобраться. Есть несколько направлений АБЦ, большая разветвленная инфраструктура метро, это Доучбан. И, соответственно, Доучбан. Мы видели эти станции по сравнению с тем, что мы вам говорили о Скайпортах. Вопрос, вот почему кто-то думает, что невозможно построить Скайпорт, и когда возможно, и строят вот такие массивные сооружения, когда действительно механизм одного локомотива ростом с человека. Что говорить о наших мотор-колесах, которые буквально вот такого размера, и четыре мотор-колеса позволят перемещаться по движному составу в городской среде. Уже в 2018 году, дорогие друзья, выставка «Инотранс» проходит каждые два года. И, собственно, в 2018 году мы считаем, что мы покажем фурор, очередной фурор, и это уже будет высокоскоростной подвижной состав. И все это возможно, дорогие друзья, только благодаря той схеме, которая была выбрана нами ранее. Это краудинвестинг, это народное финансирование, это инновация в сферах финансирования серьезных, крупномасштабных инфраструктурных проектов. Эту инновацию придумал Анатолий Эдуардович Юницкий. Эту инновацию придумал не Крауд Кьюб, не Окулус Риф. Все они делали то, что уже было. И, соответственно, вот пройдя множество стендов, я могу сказать, что настоящее будущее и настоящая инновация находится на нашем стенде. Мы обязательно в перископе, в прямой трансляции вам покажем стенд Hyperloop. Две компании представлены, Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies. Но сейчас, честно говоря, даже нет времени туда пройти, потому что огромное количество народу и Род Куб, бывший министр транспортного департамента Южной Австралии, инфраструктуры развития, о котором мы всегда говорим на наших вебинарах, как активного нашего человека, который поддерживает проекты, не просто поддерживает, а развивает в виде адресного проекта. Он обязательно сегодня выступит. На стенде также находятся наши коллеги со Skyway Invest Group. И, друзья, нет границ, нет рамок и каких-либо вопросов между различными инвест-проводящими системами, дорогие друзья, потому что мы объединяем мир. И действительно объединять мир – это наша работа. Еще, что я заметил, дорогие друзья, я был на многих выставках по роду своей прошлой деятельности. Ну, как вы помните, это агентство языковых переводов. И сегодня я заметил спящих на стендах молодых людей, ожидающих с нетерпением, когда же настанет вечер. Что касается наших активистов, то впервые в своей жизни, дорогие друзья, я увидел волонтеров. Я увидел волонтеров на стендах. Это бойкие британские девушки, которые буквально разворачивали людей, которые шли от нашего стенда. И так как на этой выставке наш стенд находится в углу, все равно к нему подходит огромное количество людей. И это бизнес-день, дорогие друзья. Это еще не паблик-дэй. И что будет уже в тот день, когда смогут все посетители посетить наш стенд, я боюсь даже предположить. То есть уже многим не удается сфотографироваться с Юнибусом, потому что очень много народу всегда находится. То есть мы сегодня с Сергеем Анатольевичем приехали, ну где-то в 10 часов. Уже огромное количество людей интересовалось, давало контакты, визитки. Очень сильно людей заинтересовывает тот факт, что уже этой осенью мы продемонстрируем наши подвижные составы в движении. И когда мы говорим, что не хотели бы вы обменяться контактами, когда человек даже не хочет давать контакт, он потом сам просто дает визитки, потому что все желают увидеть эту трансляцию, той демонстрации, которая у нас будет уже этой осенью. Так, ну мы будем меняться. Я буду подводить коллег. Дорогие друзья, сегодня такой более эмоциональный вебинар. На технических особенностях мы остановимся на инновационном поле нашего подвижного состава. То есть вы видите зеленый пол, и действительно инновации есть даже здесь. Наверняка мы о многом даже еще и не в курсе с Сергеем Анатольевичем, но, естественно, будем уточнять и максимально освещать наши подвижные составы по инновациям, по тому, чем они отличаются от современных подвижных составов уже на следующих вебинарах. Сегодня, поймите нас правильно, рабочие обстоятельства. Вместе взяты. Ну, а я, собственно, передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Дорогие друзья, я искренне надеюсь, что чувствуются те эмоции, тот накал страстей, вот когда находишься вот в таком интерьере, когда действительно ощущаешь, что это машины мирового уровня. Сергей Анатольевич, вам слово. Дорогие друзья, тут вот все под впечатлением, тут и Род Хук, он и Виктор, все, что действительно такого вебинара, чтобы он шел прямо уже из нашего Юнибуса. И здесь, друзья, кто, что может говорить, что угодно можно там обещать. И что самое интересное поражает вот специалистов, которые приходят сюда, все говорят, это, ну, скажем так, прототип. И когда узнают, что это дело, сразу уезжает уже на полевые испытания, у людей просто вызывает этот... ...действующий образец, да. И это была как раз и цель, и задача, когда заявить о том, что технология есть, что она существует, именно привезти две действующие машины, которые отсюда прям сразу уедут на испытания. Ну, с небольшим промежутком, потому что будет транспортная неделя с 4 октября в Минске. И по просьбе министра транспорта Белоруссии Анатолий Дуарович выставит эти образцы прямо после инотранса. Технология будет выставлена в Минске. И после уже завершения транспортной недели эти машины будут перевезены уже в Марьиную Горку, и начнутся ходовые испытания. Монтаж путевой структуры уже начат, он идет, поэтому к тому времени уже будут появляться первые, потом последующие пролеты, и, соответственно, машина уже будет находиться там, она будет уже в полевых испытаниях, а как только закончится уже монтаж петононапряжения в струнах на первом километре, соответственно, начнутся уже полномасштабные ходовые испытания. Поэтому, друзья, что хотелось бы показать и сделать вот сейчас, кто в перископе следит, то есть вчера, друзья, то есть статистика, мы вчера с Алексеем провели почти 9 репортажей, там, в разной, даже, так вот сегодня утром подвели статистику, более 12 тысяч просмотров за эти сутки. Так, 205 человек. У нас традиционно это, в общем-то, такие люди, которые в основном ходят на... Так, Леша, к самому пишет, давай там туда, отвлекается. Соответственно, мы традиционно ведем это для наших последователей, для наших... Сегодня, как вы понимаете, конечно, необычный вебинар, потому что это рабочая такая атмосфера, идет много включений, очень много встреч, делегации приезжают, приходится еще... Ну, мы еще стенды другие смотрим. Ну, тем не менее, как вы, наверное, уже... А, тут это у нас... Гипер... Ну, то есть, это, друзья, этих троллей никто не отменял. Ну, это, друзья, знаете, сегодня даже не то, что тролли настроение не испортят, причем это дебилы, которые приходят, нам мешают и так далее. Более того, сейчас я могу сказать, что та статья об онлайнере, которая прошла, она всколыхнула целую такую... маргиналов, и, я бы сказал, дебилов других слов нет. Вот мы начали писать в Министерство внутренних дел, в прокуратуру, сейчас, что надо Юницкого посадить, полигон спилить, все выгнать. Вот, то есть, понимаете, да, какую цель преследовала эта статья и какая сейчас идет реакция. Приходится отвечать, приходится общаться с правоохранительными органами, объяснять, что мы делаем, в общем-то, нужную и полезную работу. Это все отвлекает нервы, это отвлекает силы, поэтому в этом плане эти достигли своих целей, но это, друзья, это начало серьезной, так сказать, серьезной войны. И здесь вот, когда заходят вот такого рода дентели, засланцы, вот их задача это сорвать нам с вами работу, сорвать, испортить нам настроение, там, запутать людей, вот, но этих дебилов, вот он когда пишет, их и так видно, понимаете, их и так видно. И я уже не раз говорил, и я уже там с некоторыми в лицо встречался, вот так вот когда-то, я могу сказать, что, ребята, вы нас называли там ворами, мошенниками, жуликами, три года назад, два года назад, год назад, сейчас называете, а мы делаем, и мы-то покажем, мы все покажем, продемонстрируем и ответим за каждое слово. А вы как за свое бронье все ответите? Как вы ответите? Будете сказать, ах, мы засранцы такие, мы пошутили, или извините нас, мы никак не говорим. И это, друзья, тоже естественный процесс. Теперь смотрите, давайте по, вот, не знаю, не все, наверное, видели из перископа, поэтому я сейчас камеру перенаправлю. Вот он, Unibus, специально вот этот инновационный пул, тут спрашивали, новоцвета, вот, то есть, это полная, ну, как бы там, имитация травки, бабочки по ней летают, это самое, вот, вот, это, друзья, цель преследует, такая, чтобы человек, находясь в Unibus, это общественный транспорт, здесь только два, вот, посадочных места, это для беременных или для больных, вот, а, в основном, это стоячая, какая логика, то есть, это, опять же, друзья, мы концептуально меняем вообще всю логику транспортной инфраструктуры городской, этот Unibus едет со скоростью 150 км в час, друзья, за 10 минут он будет проезжать 15 км, соответственно, за 15 км, это можно весь Минск, практически из любой точки Москвы, в любую точку Москвы уехать, поэтому, зачем делать здесь какие-то посадочные места, когда здесь зашел, 10 минут постоял, максимум 15 минут, и за это время добрался до любой точки, соответственно, города, поэтому это сознательно делается, как лифтовая система, то есть, мы уходим от транспортной вот этой инфраструктуры, вот этих безумных метро, мы сейчас посмотрели, поездили в Берлине, конечно, мощнейшая система, но разобраться, проехать, потом все эти гремящие вагоны, все-таки это не комфортно. Непонятно, как платить. Вот, даже мы до сих пор не разобрались, как платить еще, но мы нам, как участникам Инонтранса, правительство сделало бесплатный проезд, ну, за счет выставки, поэтому мы можем позволить, ну, реально разобраться, как оплачивать это метро, пока так и не понял. Так вот, друзья, теперь по инновационности, то есть, мы меняем концепт, мы переходим в систему воздушных лифт, мы, ну, фактически, с одной-двумя перелома, вот, или Берлин, вы за 10-15 минут будете добираться до любой, мы показывали, очень-очень много, значит, инновационность, во-первых, он, друзья, смещен с несущей конструкции таким образом, унибус, он, он, греется, и поэтому все тепло зимой все-таки унибусы будут эксплуатироваться не только в жарких странах, мы и в странах, так вот, подогрев будет идти за мной, старее, здесь все стеклянные панели, а пол будет всегда давать очень существенное тепло, и здесь всегда будет тепло, вот, потом, друзья, мы же, когда даже зимой будем перемещаться, мы же будем перемещаться в верхней одежде, поэтому нам не нужна здесь комнатная температура, там, 20 градусов, достаточно будет температура 10-11 градусов, чтобы одетый человек чувствовал себя вполне комфортно, эта система будет создаваться, и вот мы, когда сюда проходили, в репортаже, наверное, видели перед этим, мы специально зашли сегодня в самый лучший, самый передовой, Сименовский поезд, вот, да, он, конечно, сделан, но, это видно, что это пластик, здесь все, ну, правильно, не совсем, он, который, чтобы вз glass Ontario водоросли, то, Сейчас нормально движет, мы же на трансе, представляете, здесь десятки и десятки тысяч людей, интернет хоть и раздается, но довольно-таки перископ мы ведем через мобильный интернет, через мобильную карточку комнату, перископ, дублирование, так что по чатам раскинется вся информация, поэтому увидите все информационное поле, которое сегодня есть. Ну, естественно, друзья, больше никаких вопросов сегодня задевать не будем, потому что сегодня основной это именно инотранс, это атмосфера, вы видели сколько людей, видели делегацию, у нас здесь на стенде постоянно люди, вот постоянно. И мы просто, друзья, с неким, ну так знаете, придыханием думаем, что будет завтра, потому что на инотранс 136 тысяч билетов продано, сейчас закрыта продажа билетов, и уже выстраиваются очереди люди, которые хотят уже оффлайн купить билеты, поэтому завтра здесь будет просто. И, друзья, мы вам покажем, и у меня нет никаких сомнений, что наш стенд будет вызывать самый большой интерес, потому что здесь есть что посмотреть. И Рот Кук вчера давал интервью, то есть, видите, у нас тут с Михаилом Кириченко, мы вчера записали перископ и показали несколько его интервью, вот, и выложили их, а он сегодня записал, как мы с Алексеем ведем вебинар, то есть, как бы, мы несколько лаверды такое сделали, он сделал репортажи про то, что мы ведем вебинары даже во время выставки, а мы, соответственно, показали, как он работает. И вообще, друзья, перископ интереснейшая штука, то есть, подписывайтесь, кто и третий, кто и третий. Поэтому, вот, и Рот Кук вчера сказал очень интересную вещь, друзья, очень интересную вещь, а это профессионал, это транспортник с огромным стажем, ну, это министр транспорта южной страны, вот, то, что он к нам приехал, он представляет, и он на стенде, он фотографируется со всеми нашими активистами, он общается со всеми делегациями, я говорю, вчера там были, ну, тут, друзья, даже трудно. Вот, Михаил Кириченко, что это надо делать, Михаил Кириченко. Да, сейчас выходит, ну, вот, сейчас, сейчас, сейчас подключим еще Михаила Кириченко, да, чтобы он сказал руслов. Так вот, Рот Кук вчера сказал, что я посмотрел очень многие стенды, я посмотрел инновации, так вот, друзья, естественная инновация, которую я могу назвать, я дословно цитирую, которая меня вызывает действительно гордость, это SkyWay. Михаил, а теперь, друзья, я вам представлю еще одного очень известного SkyWay, вы, наверное... Таковы куда? Отдвоем там тяжело, так сказать, да. Впервые у нас на вебинаре, так что, друзья, это, я тут стою рядом, поэтому, Михаил, не так много народу, у нас 203 человека, но, в принципе, хорошая аудитория для того, чтобы... Господа, мы очень рады, что вы с нами, мы очень рады, что, несмотря на то, что мы убеждены, вы и так верили в то, что делает Юницкий, в то, что делает вся его команда, все 15 конструкторских бюро в Минске, вы с нами, вы нас поддерживаете. Тем не менее, то, что происходит здесь, это действительно, я не хочу громких фраз, громких слов, фантастика и так далее, просто мы реально привезли будущее, то, что соответствует всему тому, что от нас ожидает и Германия, и вся Европа, и мир. Об этом люди говорят в тех интервью, что мы снимаем, сегодня люди говорили, и более того, все то, на что у нас принято равняться, даже мы сами, скажем так, полгода назад гордились, когда увидели свое имя рядом с именем Гиперлуп, Гиперпетли на Берлинской выставке. Ну вот здесь есть стенды трех компаний, которые занимаются воплощением этого проекта. Ну, во-первых, уже сразу, да, три компании, так как Лебедь, Рак, Дащука. Какой-то человек высказал когда-то идею, три разных, вот эти Лебедь, Рак, Дащука, организации взялись ее воплощать. Что из этого получается, мы сразу же после, вот Сергей Анатольевич меня перехватил по пути на стенды этих трех компаний. Вот мы снимем, что они показывают, что они представляют, и на днях выложим. Не буду ничего говорить, все вы увидите сами. И достижения, и сравните с тем, что вы уже видели и еще увидите на стенде Skyway, а еще в ближайшие дни с комментариями главного конструктора управления подвижного состава Андрея Дмитриевича Зайцева. То есть, хватит сотрясать воздух, нужно уже доказывать свою состоятельность делами, что мы и делаем. С вашего разрешения я откланяюсь и пойду исследовать, что же нам имеет предъявить Теперлук, который, кстати, недавно один из, если не ошибаюсь, российских олигархов вложил 10 миллионов долларов. Посмотрим, какой выхлоп из этого имеется, ну, по крайней мере, на данный момент в Берлине. Спасибо всем за внимание, как говорят в Одессе, извините за компанию, приступаю к месту Сергею Дмитриевичу. Строй Skyway. Посай планету. Спасибо, Михаил. Спасибо вам. Так, ну, вот, друзья, видите, у нас рабочая такая, так сказать, рабочая обстановка, рабочая, так сказать, все это идет. Это очень приятно, значит, ну, давайте тогда родов мы отвлекать не будем, хоть это самое. Вот, то есть мы и так уже, вы его видели в репортаже, подходили, все это самое, поэтому очень такая приятная. Юнибус как кабинет, да, друзья? Мы почему и выбрали, причем более того, мы сначала с Алексеем пошли в павильон, думаем, Тошибу, это самое, потом Кавасаки, а потом посидели, но просто эта мысль в голову не пришла, что, а почему сразу так сказать? А потом думаем, а почему мы не можем это делать из своего? Вот я традицию теперь, как, личный мой кабинет, личное пространство, буду закрываться и делать подведение итогов дня. Это вот, а провести вебинар из Юнибуса, друзья, это вот, поверьте, идея возникла ровно за пять минут до того, как мы включились в вебинар. То есть я говорю, а пошли к нам к себе, сядем в Юнибус, и действительно будет первый репортаж, первый вебинар из Юнибуса, из того, что мы сделали, из того, что мы показываем. Вот, и тогда, друзья, знаете, вот я сегодня даже попросил всех этих троллей не трогать, ничего, так сказать, это самое. Друзья, да пускай смотрят, мы их не боимся, они могут нам вредить, они могут нам мешать, они могут нам говнить, все могут делать. Юницкие, вон, тут два дня ходят на допросы, там еще и все, причем люди, которые, следователи, которые, они говорят, мы все понимаем, вы делаете нужное время, но у нас есть сигналы от этих маргиналов, на которых именно всколохнулась статья. То есть чем вред этих статей идет, что они вытаскивают самые низменные... Давайте тогда, Сергей Анатольевич, давайте тогда Виктора... Так, друзья, у нас вебинар, еще один гость нашей программы. Я в очередной раз уступаю место. Всем привет из Германии, города Берлина. ЗАО «Струнные технологии» в течение четырех дней здесь будет, уже показывает и будет показывать свои разработки. Мы пользуемся безумной популярностью, вы бы видели сами, очень интересно смотреть на контрасте наших коллег из соседних стендов, у которых 2-3 человека, у нас здесь толпы постоянно по 30, 40, 50 человек. Это как и те люди, которые интересуются технологией из бизнес-кругов, которые здесь выставляются, так и люди, которые являются нашими сторонниками, журналисты со всех стран мира, поэтому интерес очень большой. Я тут уже немного начинаю заговариваться. Я думаю, что на четвертый день я уже буду просто лежать здесь, ко мне будут просто подводить инвесторов или заказчиков, и я буду просто им что-то говорить уже на автомате. На самом деле, конечно, интересно, что я хочу сказать. Я вчера был на церемонии открытия, слушал внимательно, что говорили глава компании Deutsche Bahn, это один из крупнейших мировых операторов железных дорог, что говорила глава Ассоциации промышленных в Германии, что говорила глава канадской железной дороги. В чем проблема? Вообще все думают, что инновационное средство передвижения – это поезд, который ты набиваешь современным информационным оборудованием, и он у тебя становится почему-то инновационным. Но инновационным не становится. Глава канадской железной дороги ставил себе заслугу, что он смог провести Wi-Fi в сейчас существующие поезда. Конечно, это считается, наверное, развитием, но мы сами понимаем, что на инновационный подход это пока не тянет. То, что мы предлагаем здесь и показываем всем деловым кругам инотранса, это вот тот, как вчера вице-президент Симонс, который был у нас на стенде, он сказал, что это и есть похоже на тот недостающее звено между автомобилями и железными дорогами. Потому что железные дороги сейчас не являются самым эффективным средством передвижения, потому что это дорого, затратно, связано все с недостатком инвестиций, потому что так и с регулированностью. А сейчас самоуправляемые автомобили, которые являются мощным трендом, все равно не решают проблему полтора миллиона смертей на дорогах, потому что двигаются в том же пространстве, что двигаются и люди. Поэтому то, что выход второго уровня, это всем очевидно, и вопрос уже даже не принимается, надо ли это, не надо. Это точно надо всем, об этом здесь говорят все. Но вопрос цены железной дороги второго уровня решить не могут. Это очень дорого, это на порядок дороже. Поэтому то, что мы сейчас показываем деловым кругам, это и есть новое недостающее, не то что новое, недостающее звено, которое все искали. Это второй уровень, дешевизна, экологичность, низкая аварийность и возможность перемещать большое количество людей, отвечая вызовам нового времени. Вот. Ну, смотрим, будем презентоваться. Дальше еще впереди два дня. Интерес, я как говорил, есть большой. Что ж, я тогда передам слово обратно Сергею Анатольевичу. Да, спасибо большое. Пойду обратно работать. Все воспринимается, все будет впереди, все отлично. Ну вот, друзья, видите, еще ищущен. Да, то есть с таким темпом, вы вчера видели репортажи, когда я на 10 минут включился, ну, подвести итоги. В итоге 40 минут был репортаж, и за эти 40 минут здесь прошло 4, в общем-то, такие серьезные делегации из Индии. И был замруководителя железных дорог Катара. Это вот вчера вы видели это в прямом эфире. Сименса, из представительства именно железных дорог. Представительство железных дорог. И это вот в постоянном режиме. Мы когда уходили отсюда вчера уже полседьмого, поверьте, уже упросов были никакие. Ребята тоже устали так, потому что это всегда подготовка, как всегда последний момент. Тут были накладки, связанные с организатором, потому что тоже столкнулись с неким определенным таким непониманием, задвиганием там. То есть нас тоже пытались там как-нибудь сильнее ущемить, задвинуть. Но, друзья, все равно это никому ничего не, ну, скажем, не удастся. И я уже повторяю это второй, третий раз, что, друзья, мы просто с замиранием думаем, потому что сегодня ограниченное количество людей. Здесь несколько десятков тысяч человек, но это те, кто приехали и представляют свою продукцию, смотрят другую. Это бизнес-день. А с завтрашнего дня пойдут люди, которые интересуются инновациями. И вот завтра будет показательно, друзья, просто показательно, потому что люди пойдут смотреть то, что им интересно. И вот завтра мы вам покажем, то есть мы специально вам показывали стенды сегодня, Сименса, Кавасаки, там что-то люди толкаются, у них там есть заманухи, там даже коньяк, виски бесплатно наливают, воду раздают, то есть там постоянно у них сосиски там жарятся, еще, то есть они могут создать вот такую. Поэтому там весь народ во всяком случае ходит туда скаловаться, воду, пить Кока-Колу, бесплатно кофе. Естественно, что, друзья, у нас здесь ничего нет, мы никаких лишних затрат нанесем, мы привезли машины, показали стенды, идут ролики, работают десятки людей, которые общаются. Больше мы ничего не делаем, не завлекаем. Но, друзья, вот завтра, я специально это покажу, посмотрите, сколько здесь будет народу. В прямом эфире. Может, Анастасию пригласим, расскажите, каким образом все организации... Ну, слушай, она так устала, я просто, давай уже тогда... Ты лучше не видишь, ты это в перископе возьми, так сказать, это... Да, потому что это... Мы сейчас делаем... А нам замануха не нужна, правильно? Вот, Валера, так сказать, приветствую всех, так сказать, это... Вот, поэтому здесь и когда профессионалы, я говорю, и друзья, вы бы видели, это вчера жена Володи Маслова, ну, Валерина, она первая заметила такого, что приходят очень солидные такие мэны, солидные там, ну, я говорю, там вчера был соу, учредитель Deutsche Bank, кстати, мы его тут показали, в эфире он такой прузный, он сел на шини-байк там, что ты что-то... На просьбе? Да ладно, слушай, давай уже чуть-чуть. Не, мне надо. Вот, значит, соответственно, насколько меняются люди, когда они садятся в наш юни-байк, начинают крутить педали, и, соответственно, насколько у людей радость. А когда еще начинаешь, что ты крутишь педали, и на этом юни-байке движешься со скоростью 60 км в час, а вообще эта машина может двигаться со скоростью 150 км в час, но это просто вызывает... Просто вызывает восторг. И такие, знаете, серьезные, такие там важные люди, которые садятся, и вот они прям с улыбкой прям начинают светиться. Мы все это засняли, и будет репортаж, который Михаил сделает. Ну просто... Вот это будет так интересно, потому что это десятки и десятки различных делегаций, национальностей, людей разных национальностей, разного достатка, разного положения. Вот они все приходят, но когда они видят и когда узнают, потому что у вас, естественно, это всегда оставляется визиткой, и второй, это сразу люди становятся сторонниками. И здесь следующий вопрос, который всех профессионалов, я его уже тоже несколько раз повторяю, это всех профессионалов говорят, что ребята, это макет, мы говорим, нет, это действующая машина, действующий образец, и она отсюда едет уже в полевые испытания. Вот это, конечно, производит прям уже впечатление такой серьезный, люди с уважением, что обязательно хотим посмотреть, мы обменяем координаты, мы вам обязательно пришлем репортажи с испытанием, мы вам обязательно покажем. То есть это, вот уже, друзья, как раз очень такая профессиональная гордость, когда видишь, что такого уровня люди, которые занимаются в службе в транспорте, они действительно на равных, они смотрят и все говорят, да, друзья, то, что вы делаете, это действительно инновация. И вот это как раз основной вывод, который сейчас сделан, что из тенденций, из трендов, все подтверждают профессионалы, что только транспорт второго уровня, только автоматизированная система управления, и мы показываем решение. Ну и дальше, друзья, как развивается уже наш, теперь уже Юни-байк, который с установкой операционной бортовой системы уровня не ниже, чем Ватсон и Биэм, то есть это искусственный интеллект, то есть это, скажем так, все вместе взятые компьютеры Москвы будут стоять вот в одной, в одном нашем Юни-бэке, и, соответственно, который сразу связан с оптиковым окном, это новый уровень, и как только мы заикнулись, что мы делаем закрытое пространство, которое с бортовой видео-аудио системой, которое с бортовым искусственным интеллектом, и которое может перемещаться со скоростью 500 км в час в любую точку мира, естественно, это вызывает просто восторг, и я могу сказать, что у нас наши очень серьезные партнеры сейчас сделали заявление, готовят сейчас уже переговоры между ЗАО «Струнные технологии», это белорусская инновационная компания, которая здесь представляет технологию, соответственно, с руководством IBM, для того, чтобы рассмотреть вопрос о установке на наших юни-байках, о которых после этого сразу станет юни-бэками, это портовой операционной системой, равных которых сегодня просто еще не существует, вот, это мощнейшая тема, сразу объясню, почему это вызвало такой интерес, что эта система, она весит весом более 10 кг и требует очень серьезной системы вентиляции, естественно, мы это можем запросто сделать в нашем юни-байке, и поэтому юни-байк становится основой для того, чтобы втягивать в себя все мировые инновации, которые сегодня есть, информационные, значит, будет стоять искусственный интеллект, аудиосистемы, там будет стоять бортовая аудиосистема, вы понимаете, насколько она закрыта, видео-система, система жизнеобеспечения, и так далее, и так далее, и так далее. А юни-бус, который сегодня в состоянии решить все транспортные проблемы любого мегаполиса, от чего сегодня задыхаются все города мира, соответственно, это система, которая нужна уже вчера, а сегодня она готова к эксплуатации, и завтра она начнет строиться уже по всему миру, это тоже, друзья, абсолютно сегодня свершившийся факт, и то, что та же путевая структура будет выдерживать, и она будет рассчитана и по перемещению юни-бусов, и юни-байков, и юни-бэгов, это все универсальная система, это элементы транснет, которого мы сегодня с вами создаем, и который в ближайшее время будет проходить уже реально. Да, я еще хотел сказать в завершении чуть-чуть важный момент, который мы продумали. Так, дорогие, дорогие друзья, еще мы получили множество, на самом деле, запросов и вопросов. Запрос равно вопрос, потому что когда-то каким образом, каким образом вообще, как бы, появилась концепция юни-байк, юни-байк. Во-первых, естественно, как бы, это появилось в первую очередь в чертежах, мыслях Анатолия Эдуардовича. Когда рождается технология? Технология рождается, когда ее желает рынок, то есть сформирован был запрос, и у нас были сформированы запросы с ряда стран, по туристическому легкому направлению, и многие люди, я задаю вам вопрос, дорогие друзья, и сейчас, чуть-чуть попозже, мы сделаем опросник, обязательно, хотели бы вы, чтобы юни-байк, юни-байк, имел платформу на колесах, то есть колесную базу, чтобы также юни-байк перемещался на колесах по обычной дороге, пока у нас струнная инфраструктура не так распространена, как будет распространена через ближайшие 5 лет во всем мире. То есть этот вопрос действительно задавали многие, то есть вот у вас струнная технология, у вас рельс, у вас подвесная система транспортная, у вас лифтовая система транспортная, новый уровень, но мы бы хотели, чтобы, ну на самом деле, сегодня вот можно было пользоваться этой системой, также поседневной жизни обычных автомобильных дорог, и, собственно, мы в ответ на запрос рынка задаем вам вопрос, а хотели бы вы, чтобы так произошло, хотели бы вы, чтобы появилась некая концепция юни-мобиля, то есть это юни-бэк, соответственно, на колесной базе с возможностью перемещения по грязи, по снегу, по песку, по, естественно, ровной местности поверхности, по асфальтовому покрытию, с возможностью, соответственно, также перемещения на второй уровень, то есть это юни-мобиль, и, возможно, если такая необходимость будет у большинства людей, то посмотрим, какое направление также будет модернизировано в ЗАО «Струнные технологии». Сергей Анатольевич? Да, значит, это действительно, друзья, сейчас это самое, ну, там просто наши ребята сейчас заняты, давай, я просим, давай, только с вами. Сейчас, давай, тогда делай опрос. Вот, поэтому, это тоже действительно из общения вот здесь, вот на выставке, когда смотрят все, кто там по струну смотрит, они говорят, а в принципе ваш юни-бэк, он может ездить, там, как автомобиль, или там еще, так сказать, как бы это. И мы вот постепенно, вот сейчас, пришли все-таки к тому, что такой концепт во всяком случае проработать, показать надо. Мы это будем истинять. Мы, естественно, это будем обсуждать, делать, смотреть. И так же, как в свое время, вот, приоритет вышел в юни-байке, потом в юни-бэке, по мере того, как они будут снабжаться именно уже портовым интеллектом, искусственным интеллектом и портовым, очень мощным компьютером. Соответственно, это тоже в то направление, тот запрос, который есть. Поэтому, здесь, друзья, я могу сказать, что эта выставка и вообще-то сейчас вот показывает, что мы в стопроцентном тренде, который задает сегодня будущее транспорта. Мы даем то, в чем будут завтра ездить миллиарды людей. То есть, создается сегодня то, что необходимо будет не то, что каждой семье, каждому человеку. Соответственно, дальше возникают новые концепты с новыми материалами, нано-покрытиями, изоляционными. Тут мы в Академгородке мы видели изоляционные материалы, которые одна десятая миллиметра, это как два метра кирпича по теплоизоляции, то есть очень мощные. Они используются пока только в военной и космической отрасли. Но сегодня мы можем применять это в наших юни-бегах и, соответственно, они будут крайне эффективны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения обогрева, с точки зрения кондиционирования. И все, что дальше будет возникать, создание микроклимата, то есть обогащение кислородом, обогащение полезными ионами для здоровья. Это все будет в нашем пространстве, и в Академгородке, это все будет и в юни-бусах, и в юни-байках, и в юни-летах. Это все обязательно зависит. Дорогие друзья, мы запускаем опросник, это действительно очень важно, потому что подходили иностранцы и спрашивали. Мы хотим, мы хотим готовы перемещаться на втором уровне, но сейчас у нас инфраструктура первого уровня, возможно, будет какой-то промежуточный этап, но сейчас мы хотели бы пользоваться вашим подвижным составом и, соответственно, использовать его на существующей инфраструктуре первого уровня, на автомобильных дорогах и так далее и тому подобное. Мы будем делать ресерч рынка, то есть исследование рынка непосредственно я и Сергей Анатольевич, потому что к нам подходили непосредственно и спрашивали. Меня спрашивали на английском, на французском, Сергея Анатольевича на всех языках, но говорить он может пока что только на русском, поэтому вопрос очень действительно актуален, потому что как струнное интеллектуальное ограждение, теоретически, это может также быть нашим одним из направлений. Но, естественно, каждое направление рынка должно быть сформировано с потребностью рынка, причем с потребностью с запасом. Должна быть сформирована максимальная плотность рынка, чтобы при выходе продукта на рынок, соответственно, его сразу приобретали и происходила та самая капитализация, которую мы ждем. Ну, а, соответственно, вопрос, когда будут дивиденды, что будет происходить после того, как возможность финансирования корневую технологию закончится, мы на эти вопросы неоднократно отвечали, дорогие друзья, но можем сказать, что время приближения того момента, когда будет закрыт вход в корневую технологию, видя вот эту технологию в реальности, не в концепте, не в визуализации, оно неумолимо приближается. И нам очень жаль тех людей, которые вовремя не узнают об этой технологии, потому что эта возможность, которая бывает раз в сто лет, и инвестировать именно в головную компанию, в корневую, которая будет ходить во все адресные проекты по всему миру, такой возможности более может не быть, когда, соответственно, уже произойдет то, что мы все ожидаем, а это произойдет. Так, все. Сейчас мы с вами отработали, я думаю, что сегодня много чего хотелось бы сказать, вот тут концепция юни-мобиля. Естественно, что, друзья, это ни в коем случае ни подмена, ни альтернатива струнному транспорту, это некий такой переходный период, когда мы говорим, что наш юни-бэйк, он может, естественно, что основной ключевой это передвижение по струне, там, где она есть, а там, где сегодня нет еще пока струны, она может перемещаться в автомобильной платформе, она может плавать, соответственно, по Тамаране, она может летать в вертолете. Это универсальная система, но, естественно, что со временем все это заменит именно струнная технология, струнный подвижной путь, потому что это самое дешевое, это самая простая, это самая экономичная и технологичная форма. Это как переходный такой период и востребованность на это сегодня есть очень и очень большая. Мы как раз сейчас по-разному так сказать. Поэтому, друзья, давайте вот это проявление вытеснение автомобиля будет происходить постепенно, но не нужно отвлекаться на этот сыр, мышелок. Друзья, здесь есть запросы, есть запросы именно мы отвечаем на эти вещи и если будет принято решение или не будет на это спроса, естественно, что мы делать это не будем, просто сегодня это прорабатывается в виде концепта и посмотрим, друзья, просто какой будет эффект от обсуждения с профессиональной точки зрения. Поэтому работа по струнным системам, по транспорту, по юнибусу, который сегодня является полной заменой метро и сегодняшних трамваев и автобусов, по скоростным системам, которые просто не имеют такой альтернативы, это, друзья, как раз вся работа, которая идет и которая делается не по теме, не к месту, друзья, думаете, лучше. Ну, друзья, это самое, это ни о чем, как бы, это не говорит, поэтому мы не сторонники, как вы видите, я никогда не закрываю чат, я даже сейчас думаю, что мы перестанем удалять даже этих троллей, вот, поэтому... Пускай, это юни-тролли, они тоже учатся. Да, юни-тролли, они тоже учатся, у них тоже, так сказать, своя работа, это ничего в этом такого предустителю нет, тем более, что здесь собираются в основном сторонники, здесь видно, как происходит, и как эти дебилы, так сказать, пытаются рвать, это тоже, друзья, хорошо показывают, хорошо вас рвут. Ну все, друзья, давайте тогда, на этом мы сегодня... Что, запись? Выключили? Ага. Ну, сейчас, на этом, друзья, мы будем заканчивать, ведь вечерний вебинар, друзья, мы не обещаем, что проведем, потому что это 20 часов, здесь закончится выставка, вот, поэтому будет ли у нас интернет, куда мы поедем, или не будет, если нет, постараемся поставить этот интернет в записи, будет очень много еще репортажей в Перископе, так что, думаю, информации на сегодня будет много, вот, поэтому, как минимум, поставим запись этого вебинара, я думаю, что он вызовет все-таки у тех, кто будет смотреть вечером, интерес, ну, а как во всем, все-таки постараемся включиться, хотя, я говорю, в 6 заканчивается выставка, мы уйдем за территорию, и дальше, где будет у нас устойчивый интернет, все-таки, не совсем гостиница у нас не тянет интернет на сам Перископ, поэтому посмотрим, друзья, давайте уже по ходу, вот, ну, благодаря, что вы с нами, я думаю, что мы вас ни в коем случае не разочаровываем, я вчера вечером очень долго разговаривал, потому что Антон Даршин звонит постоянно, он звонил утром, там, в обед, потом вечером, вот, он, конечно, на таком очень подъеме, это его бенефис, это его технология, вот, друзья, дошли до этого пути, несмотря ни на что, и дальше будем идти, поэтому огромное от нас всех ему спасибо, потому что он выдержал, он, несмотря на все, на все, и мешает ту гадость, которую он делает, он до этого дошел, и, соответственно, это тут на прочность требует, что стекла проверяем, вот, и благодаря этому мы имеем действительно ту инновацию, с которой мы с вами входим в новое время, создаем новую систему. Все, друзья, давайте, тут еще очень хорошо получилась у нас озвучка, еще тут была, потому что постоянно наверху идет ролик, про SkyWay вы его все видели в чатах, вот, поэтому это, друзья, тоже, все, друзья, всего доброго, строй SkyWay, спасай планету. Тут как раз Виктор завел очередную делегацию китайскую, не будем ему мешать. Субтитры сделал DimaTorzok